И этот Грозный, он тоже является этническим аварцем. И вот когда вся эта история с Джалалдиновым произошла, Кадыров тогда сменил главу этого района и поставил вот этого вот Рамазана фамилию, забыл. В общем, не помню сейчас его фамилию. Магомедов, по-моему, поставил его туда руководителем района. Я очень с давних пор знаю историю этого человека. Он начинал... Так, за оскорбление мат и межнациональную розньблок. Да, это правда. Будем блокировать беспощадно. Особенно за оскорбление. Брат Тумсо. Нам никогда не дадут стать независимым государством. Ни чеченцам, ни адыгам. Мое государство Черкесия уничтожили точно так же и уничтожили Ичкерию. От Черкесии ничего не осталось, кроме имени, говорит адыг Черкесов. Адыг Черкесов, если ты будешь ждать, пока тебе дадут, тебе никогда не дадут, поверь. Действительно, тебе никогда не дадут. Шахар Дутаев, да помилуйте его Всевышний Аллах, сказал в свое время, что свобода – это слишком дорогая вещь, чтобы достаться легкой ценой. И за свободу надо отдавать очень большую цену. Ее нужно добиваться. Просто так ее никогда и никому не давали. Знаешь, где-то 600 лет, по-моему, Ирландия добивалась свободы. Представляешь? По сравнению с ними, да, мы еще даже не достигли этого. 600 лет боролись. Мне интересна позиция Иганнушкиной. Вот она и другие правозащитники плачут о том, что в Чечне убивают ЛГБТ-сообщества. Но они защищают тебя, человека, который хочет установить государство, где будут пытать и убивать прилюдно или тайно лиц нетрадиционной ориентации. Зачем нам, жителям Европы или России, менять шило на… Смотри, во-первых, я не человек, который хочет установить государство, где будут пытать и убивать. Ты лжешь на меня, если ты умышленно это говоришь. Если же ты не умышленно говоришь, то ты говоришь неправду. А я не сторонник. Я как раз-таки противник того, чтобы были пытки и какие-то внесудебные казни, там, убийства и так далее. Я сторонник шариатского государства. Каковым является мое государство, оккупированное сегодня Россией? А вот самое интересное – это твое заявление, зачем вам, жителям Европы или России, менять шило-мыло? Да при чем здесь вы? Вы живите так, как вы хотите. Вы что собираетесь менять? Вы живите так, как вы хотите, а нам дайте жить так, как мы хотим. Вы-то куда лезете, я не пойму. Мы не лезем к вам. Мы не говорим вам, как вам жить. Живите так, как вы хотите, но и не указывайте нам, как нам жить. Нам нужна свобода сегодня именно для того, чтобы жить так, как хотим мы. Понимаешь? Для этого она нам нужна. А не для того, чтобы заставить вас жить так, как мы хотим. Нам абсолютно неинтересно, как вы живёте. И более того, мы наоборот даже согласны с тем, чтобы вы жили вот как вы хотите. Пожалуйста, главное, не трогайте нас. Дайте нам жить так, как мы хотим. Не возбуди, пожалуйста, на меня ложь, пытаясь выставить меня каким-то сторонником каких-то несудебных казней, какого-то неправового государства, какой-то диктатуры и прочее. Наоборот, вся моя деятельность направлена на то, чтобы избежать этого. Я противник диктатуры в любом её обличии. Будь она в обличии шариата, демократии, социализма и чего бы то ни было, диктатура – это зло. Я противник этого. Не нужно меня пытаться выставить таковым. Томсо, при общении с лордом, почему вы смеялись? Говорит, не надо вообще смеяться с ними. Это всё выглядит несерьёзно. Потому что мы люди, Мах, мы испытываем какие-то эмоции, и когда нам смешно, мы смеёмся, когда нам грустно, мы грустим. Обычные люди, мы же не роботы. Поэтому, когда мы с кем-то разговариваем, и они несут какую-то несуразницу смешную, мы, разумеется, смеёмся, улыбаемся. Да, это бывает. Так, Георгий Тушетти. Маршал Дорога Тумсо по-чеченски приветствует меня. Мне твоё мнение интересно о басаевских отрядах, которые воевали против грузинской армии в Абхазии. Генерал Удаев был другом и близким к грузинам, как и Аушев. Как можно в наше время близить наши народы, и помешало ли религиозное отличие нас сформировать в одно государство? Так, по поводу, значит, моё мнение по поводу басаева в Абхазии, я к этому отношусь негативно. Я считаю, что не нужно было там вообще находиться. Это не наше было дело. Тем более, выступать на одной из сторон мы не должны были. Дудаев действительно был очень близок с Гамсахурдией. И Гамсахурдия не просто нашёл убежище тогда в Чечне, а он находился на тот момент в Армении и очень нестабильно, так скажем, в положении. И Дудаев отправил за ним самолёт в Армению и вывез его. И какое-то время Гамсахурдия находился тогда в Чечне и жил в резиденции у Дудаева. А те басаевские и гилаевские отряды, которые были на стороне Абхазии в этом конфликте, они были не от имени Ичкерии, не от нашего государства. Это были добровольцы. Оценку их действия дал тогда не только Дудаев. Об этом говорил и Масхадов в своём интервью. Говоря о том, что не должны были они там находиться, это была ошибка. И, по-моему, даже сам Басаев говорил о том, что это ненужная история была. Но я не уверен, правда, насчёт Басаева. По-моему, где-то я что-то такое, кажется, слышал. Что касается, как можно в наше время влизить наши народы. Наши народы, хвала Аллаху, что вот эти вот все попытки Кремля нас рассорить, этот осединский конфликт, куда они послали этих своих военных во главе, там, с Емадаевым, которые тогда бесчинствовали, там, занимались преступлениями. Хвала Аллаху, что это не вбило какой-то клин между нашими народами, потому что хорошо, что были те чеченцы, которые в этом конфликте выступали на стороне Грузии. И хорошо, что грузины понимают, что это за, кто и кем были эти чеченцы, которые находились на той стороне. Это были российские военнослужащие, с которыми в первую очередь, с которыми счеты есть в первую очередь у чеченского народа. Поэтому как-то рассорить нас им не удалось, и я надеюсь, что им это сделать не удастся. Объединение нас в одно государство, это вряд ли, потому что все-таки у нас, мы должны быть хорошими соседями. Но о объединении в одно государство, я думаю, речи идти не может. И русский человек написал, дай Бог, наступит день, когда Ичкерия станет свободна от РФ, а РФ свободна от Путина. И тогда вашей молодой стране понадобятся такие умные люди, как вы. И такие умные люди с двух сторон, я уверен, смогут закопать многовековой топор войны между нашими народами и жить дружно, как отдельные государства. Благодарю тебя, русский человек, за этот комментарий. Лестно, конечно, что ты оцениваешь мои интеллектуальные способности так высоко, но я их так не оцениваю, честно говоря. Я думаю, что найдутся гораздо умнее меня люди, которые, как ты говоришь, действительно смогут закопать этот топор войны и жить, будучи добрыми соседями. Я очень на это надеюсь. Кое-кто написал, расскажи про главу Шаройского района Грозного. Грозный – это его позывной. Шаройский район – это не район Грозного, это район Чеченской Республики. А этого главу у него позывной Грозный. Это имел в виду этот человек. Что это за человек? В то время, когда тебя забрали, он работал в мэрии Грозного замом у Ислама. В то время, когда меня забрали, Ислам уже не был мэром, он был руководителем администрации главы и правительства Кадыровского. А этот человек, этот Грозный, он действительно был замом мэра. Он является выходцем из села вот этого Кинхи. Это аварское село, которое находится в составе Чечни. Ну, там в основном проживают в большинстве аварцы. Это то село, откуда был вот этот Рамзан Джалалдинов, который, помните, Путину пожаловался, и из-за этого его начали потом преследовать, он потом убегал. В общем, вот эта вся история, он тоже выходец из этого села. И этот Грозный, он тоже является этническим аварцем. И вот когда вся эта история с Джалалдиновым произошла, Кадыров тогда сменил главу этого района и поставил вот этого вот Рамазана, фамилию забыл. В общем, не помню сейчас его фамилию. Магомедов, по-моему, поставил его туда руководителем района. Я очень с давних пор знаю историю этого человека. Он начинал вместе с Мауллади Байсаровым. Он был в его отряде в 15-м волосовом хозе. Мауллади Байсаров — это тот человек, которого кадыровцы убили в Москве, на Ленинском проспекте, по-моему. Это тот человек, который не прыгнулся под Кадырова-младшего. За это был конфликт у них. И в итоге его убили в Москве. И вот этот вот Рамазан, он же Грозный, он был в его отряде. Тогда работал там кем-то, не знаю, в разных должностях. Затем, когда часть подчиненных этого Байсарова его предали, перешли на сторону Кадырова, вот этот вот Грозный был одним из первых, кто его предал и перешел. А сейчас он глава района. Аслан, если не ошибаюсь, в 97-м году ты учился в параллельном классе со мной. У вас еще учительница русская была, Светлана, по-моему, отчество не помню. Слушай, много очень было у нас учителей русских. Возможно, была и Светлана, я, честно говоря, не помню. Светланы не помню. У нас классная руководительница была Татьяна Николаевна. Фамилию ее тоже, к сожалению, не помню. Практически все мои учителя русскоязычные погибли во время войны. Погибли от российских снарядов, от российских пуль. И их уже нет. Но так, возможно, мы с тобой действительно учились. Параллельных классов. Я учился в 41-й школе, в 97-м году, напротив стадиона «Динамо». Субтитры подогнал «Симон»